Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. С 1 апреля в России начнут рассчитывать пособия семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Кто может на них претендовать? Нашел сумку, потерянную инкассаторами, и принес в полицию. В Самарской области наградили 17-летнего юношу за проявленную честность. Заболел? Сиди дома и не заражай других. В Самаре проверили, все ли больные соблюдают режим самоизоляции. Самарские школы присоединились ко всероссийской акции «Письмо солдату». Учащиеся выражают поддержку военнослужащим в письмах и рисунках. Первый успех в новом месте. Баскетболистки Самары обыграли Надежду из Оренбурга в обновленном дворце спорта. С 1 апреля в России начнут рассчитывать пособия семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Получить выплаты можно будет после подачи заявления через госуслуги или пенсионный фонд. Средний доход семьи, которая претендует на получение пособия, должен быть не выше прожиточного минимума в регионе. При этом трудоспособным членам семьи нужно иметь подтвержденный доход или уважительные причины его отсутствия. Размер выплаты будет составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе, то есть от 6 до 12 тысяч рублей. Если после такой доплаты доход семьи все равно окажется ниже прожиточного минимума, пособие увеличит. Выплачивать его начнут с 1 мая. Семьи получат деньги сразу за 2 месяца – апрель и май. При этом проводить выплаты будут автоматически следующие 12 месяцев. Переоформлять их не потребуется. С 1 апреля будет упрощен порядок назначения выплат на детей и беременным женщинам. Изменения коснутся порядка назначения выплат на детей от 3 до 7 лет, выплат одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. С 3 до 7 лет по месту фактического проживания, если это предусмотрено нормативным актом субъекта Российской Федерации. Кроме того, устанавливается беззаявительный порядок перерасчета выплат в связи с ежегодным изменением прожиточного минимума. Правительство России запустило информационный ресурс «Объясняем.рф». Там регулярно появляются ответы на вопросы граждан по социально-экономическим темам. В числе самых популярных – продовольствие, финансовый сектор и социальная защита. Ответы на эти вопросы готовят органы власти, профильные министерства и ведомства. Задача проекта – предоставлять актуальную и достоверную информацию жителям всех регионов, от которых поступают вопросы. Для того, чтобы самарцы могли получать ответы на них, созданы паблики в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники» и в мессенджере «Телеграм». Большая часть запросов от жителей носит информационный характер. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 1009 случаев заболевания коронавируса. Общее число заболевших в регионе – 365 383. Такие данные в среду, 16 марта, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 3267 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 342 607 пациентов. Ковид постепенно отступает, но праздновать победу над вирусом пока рано. Медики уверены – переломить тенденцию и снизить число заболевших коронавирусом помогает вакцинация. Те, кто привился более полугода назад, проходят процедуру повторно. Особенно важно иммунизироваться людям старше 65 лет. Подробности в нашем сюжете. Оксана Черепанова работает на железной дороге более 18 лет. Трудится заместителем начальника по кадрам. Приходится ежедневно общаться с большим количеством коллег. Рассказывает, когда началась пандемия, было страшно. И хотя многих в коллективе отправили на удаленку, а остальным раздали антисептики и маски, Оксана очень ждала, когда появится прививка. Сделала ее одну из первых еще в феврале 2021 года. Перенесла легко, никаких симптомов не было. Я отношусь, наверное, к тому благословенному обществу, которое воспитывалось в советский период. Когда прививки, это была норма. Когда люди понимали, что единственным методом борьбы с любой серьезной болезнью – это прививка. И лучше привиться, чем ею переболеть. Прививку сделала и 72-летняя мама Оксаны. А через полгода обе прошли ревакцинацию. Оксана рассказывает, многие коллеги также привиты. А когда появилась вакцина для подростков, Оксана предложила привиться дочери Ксении, учащейся в 10-м классе. Девушка согласилась. Когда уже у меня сделала мама, у нее это было необходимо, и она сама хотела, я поняла, что это нужно. Это нужно для нашего здоровья, для нашей безопасности в первую очередь. Поэтому к этому я относилась положительно. И также я ждала, когда сделают прививку для подростков, для детей младше 18 лет, потому что они тоже были в зоне риска и сейчас на данный момент находятся. Ксения любит спорт, долгие годы занималась фитнес-аэробикой. Болеть в ее планы не входило. Как только прививка для подростков поступила в регион, Ксения вакцинировалась. Говорит, никаких осложнений не было. Несмотря на то, что в регионе сейчас спад заболеваемости, по словам медиков, победу над ковидом праздновать рано. Иммунитет не сохраняется навсегда. И если после первичной вакцинации прошло полгода, самое время ее повторить. Это поможет защитить не только свое здоровье, но и здоровье окружающих. Виктория Шарая, События. В Самаре продолжается мониторинг амбулаторных больных коронавируса. Обход производят ежедневно сотрудники районных администраций и управляющие микрорайонами. В разговоре по домофону они узнают, соблюдают ли больные режим самоизоляции и не нужна ли им помощь. Дополнительно людей обзванивают по телефону. Подробнее расскажет Мария Левина. Добрый день, Светлана Валерьевна, управляющая микрорайоном. Наталья Федоровна, как вы себя чувствуете? Да спасибо, хорошо. Наталья Федоровна, на улицу не выходите? Дома сидите? Заболел, сиди дома и не заражай других. Узнать о самочувствии и предложить помощь, а самое главное, проверить, соблюдают ли амбулаторные больные коронавирусом режим самоизоляции. Цель ежедневных обходов проверяющих. В Ленинском районе тех, кто сейчас вынужден сидеть в своих квартирах, 284 человека. По сравнению с прошлым месяцем число заболевших снизилось. Это и большая заслуга и управляющих микрорайонами, и главы района. Для жителей, в первую очередь, когда у нас непосредственно управляющие микрорайоны подходят к домофону, созваниваются с ним, они понимают, что они не брошены. Мониторинг проводят ежедневно 12 управляющих микрорайонами. Особое внимание уделяют одиноким пожилым людям. С ними связываются чаще, в том числе и по телефону. Особенно пожилые, да, у нас очень много 65+, да, есть одинокие с некоторыми, да. Вот когда пообщаешься по домофону, чувствуешь, что человек расстроен, огорчен, там или находится там в тяжелой психологической обстановке какой-то, к концу дня можно еще позвонить ему по телефону пообщаться. Либо многие знают наши контакты, они даже звонят периодически нам сами. Если человек с диагнозом коронавирус нарушил режим самоизоляции, ему грозит административная ответственность. Больной может получить предупреждение или штраф. В этом году в Ленинском районе не было выявлено ни одного нарушителя режима самоизоляции, тогда как в прошлом проверяющие составили 18 материалов. Все они направлены в полицию для принятия решения. Мария Левина, Максим Гусев, События. В медучреждение региона поступит около 1 миллиона 800 тысяч упаковок лекарств. В области с начала года заключено более 500 государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов. Сейчас в регионе порядка 400 тысяч получателей бесплатных медикаментов. Госпредприятие «Самараформация» продолжает активную работу по заключению контрактов. Никаких перерывов, сбоев в поставках лекарственных препаратов по заключенным государственным контрактам нет. В соответствии с законодательством, закупки проходят по действующему веществу. Это позволяет покупать различные торговые наименования в зависимости от компании-производителя. Отгрузка идет в плановом порядке. Кроме того, медицинские организации самостоятельно покупают лекарства. Государственный фармацевтический склад в Самарской области работает в плановом режиме. Препараты для лечения различных заболеваний хранятся на площади порядка 3000 квадратных метров. Сейчас на складе представлены практически все фармакологические группы. Поставщики информируют о готовности выполнить свои обязательства по поставкам лекарств. Поставляются препараты как импортные, так и отечественного производства. В Самарской области продолжается строительство социально значимых объектов. Так, в Самаре уже этой весной сдадут два детских сада на улицах Подшипниковой и Ташкентской. Один из них вмещает до 112 детей, второй – до 132. Более того, весной текущего года запланировали и открытие школы на 850 детей. Она расположена на пятой просеке. Также новую школу возведут в Тольятти, в районе новостроек ЛДС-2. Работа и близится к завершению. Учебное учреждение на 1600 мест планирует достроить в конце 2022 года. А теперь коротко о других темах дня. Автоваз из-за проблем с поставками комплектующих переносит единый корпоративный отпуск, запланированный с 25 июля по 14 августа на период с 4 по 24 апреля. Такое решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае. Жительницу Самары будут судить за убийство знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, в августе 2021 года в дневное время 31-летняя женщина со своим знакомым в квартире, расположенной в одном из домов по проспекту Кирова в Самаре, распивала спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, в результате которого она ударила мужчину в грудь ножом. От полученных повреждений он скончался. Уголовное дело по статье убийства после вручения обвинительного заключения направят в промышленный суд Самары. Подозреваемый грозит до 15 лет лишения свободы. Мошенники разработали новый способ незаконного отъема денег у населения. Появилась информация, что в интернет выложили украденные данные 100 тысяч банковских карт. Пользователи соцсети и мессенджеров начали получать сообщения о том, что они могут проверить, не оказались ли там их данные. Для этого им предлагают перейти на сайт и там вбить информацию со своего пластика. Делать этого ни в коем случае нельзя, сообщают правоохранители. Последствия ввода данных на сомнительном ресурсе могут оказаться самыми разными. В лучшем случае мошенники получат информацию о карте, а в худшем произойдет списание средств с привязанного счета. Роскачество напоминает, что единого официального сервиса по проверке скомпровитированных банковских карт не существует. Все подобные сервисы в сети являются мошенническими. На сайте добро.ру до 1 апреля открыта регистрация волонтеров для поддержки всероссийского голосования за объекты благоустройства. Добровольцы будут информировать самарцев о возможности принять участие в голосовании, а также тех проектах, которые выносятся на обсуждение. Жители городов выберут общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году. Поэтому как можно больше людей должны знать, что они сами могут влиять на городскую среду, определять векторы ее развития. Задача волонтеров – рассказать им об этом. В Самаре на голосовании вынесено 20 общественных пространств. Каждый житель сможет принять участие в голосовании и отдать свой голос за территорию или дизайн проекта отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год. Вылет туристов из Самары, которые застряли в Египте, запланирован на 21 марта. Напомним, более 30 отдыхающих из областной столицы пожаловались, что не могут вылететь домой уже 4 дня. Сейчас всех их разместили в одном из местных отелей. Люди снабжены бесплатной пищей и напитками. Из-за сложившейся ситуации представители ответственных ведомств и властей всех уровней просят граждан России пока воздержаться от туристических поездок. Один из самых страшных снов автолюбителей – не обнаружить с утра свой автомобиль там, где его оставил вечером. Угонщики похищают машины по разным причинам – с целью перепродажи, для разбора на запчасти или просто покататься. Как сохранить имущество, расскажет Максим Магомедов. Разбитое окно и замкнутый замок зажигания уже не в тренде. Угонщики давно вышли на новый уровень. Для того, чтобы похитить чужую машину, они используют специальное электронное оборудование. В зоне особого риска – авто с бесключевым доступом, который позволяет владельцу попасть в машину, не нажимая кнопок на брелоке. Умная система считывает наличие ключа в радиусе метра и открывает двери. Такие машины угоняют с парковок торговых центров. Способ похищения называется удочка. На нее ловят того, кто клюнет. Злоумышленники работают в паре. Когда владелец паркует авто и уходит по своим делам, один из угонщиков следует за ним со специальным устройством. Оно ретранслирует сигнал от ключа. Второй в это время ждет возле машины с приемником. Автомобиль считает, что ключ находится рядом и открывает двери, после чего угонщик уезжает. Такой способ угона не привлекает внимания и быстро реализуем. Чаще всего с помощью удочки угоняют японские и корейские иномарки. Чтобы избежать потери авто, специалисты советуют подбирать сигнализацию под конкретную модель машины. Не стоит устанавливать дешевые или слишком популярные охранные системы. Если на авто уже установлена старая сигнализация, лучше заменить ее на современную и выбирать варианты с обратной связью. Не лишним будет оборудовать автомобиль GPS-маячком. На самом деле защитить автомобиль от угона ни одна сигнализация не способна. То есть, чтобы защитить эффективно, нужно устанавливать противоугонный комплекс. Обязательно какая-то система дополнительная, которая будет понимать, что пришел именно хозяин, а не угонщик с вашим ключом. То есть, это дополнительная система авторизации либо метка, либо ввод пин-кода на штатных кнопках, либо еще как-то. Обязательно несколько блокировок двигателя, в том числе в подкапотном пространстве. Как говорят эксперты, угнать можно любой автомобиль. Вопрос лишь в том, сколько времени на это придется потратить. Для эффективного противостояния угонщику можно установить дополнительные замки в двери и капот. Одна из самых простых и дешевых мер защиты от угона – замок на рулевой вал. Это металлический штырь, который не позволяет провернуть рулевое колесо. Советовал бы оставлять автомобили на освещенных участках местности. Желательно, чтобы рядом были какие-либо камеры наружного видеонаблюдения. Ну и не оставлять документы в салоне автомобиля. В Самаре чаще всего угоняют автомобили отечественного производства с парковок и неосвещенных дворов жилых домов. Цели у преступников разные. Некоторые сдают машину в металлолом, другие разбирают на запчасти. Бывает, что и подростки берут авто, чтобы покататься. Ответственность предусмотрена по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража до 5 лет лишения свободы». И по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон транспортного средства» или «Неправомерное завладение транспортного средства», ответственность за которое предусмотрено до 7 лет лишения свободы. В последнее время в Самаре число угонов сократилось в 2,5 раза. Это связано с тем, что правоохранителям удалось задержать преступную группу, промышлявшую кражами авто. Они охотились на автомобиле премиальных марок японского производства. В Самаре после ремонта вновь открылся музей Владимира Высоцкого. Спасать его пришлось после прорыва трубы. За два месяца помещение отремонтировали, а экспонатам вернули первоначальный вид. Продолжит тему Ольга Хомракулова. Этот порог как машина времени. Переступив его, оказываешься в 1967 году. Из бобиных магнитофонов звучат бардовские песни. А на фото Владимир Высоцкий, поющий на сцене Куйбышевского дворца спорта. Такое путешествие в эпоху оттепель снова стало возможно благодаря открытию после ремонта музея Владимира Высоцкого. Из ребят с боком прожектора. Из жара, жара, жара. В конце декабря в здании лопнули трубы. Под угрозой исчезновения оказались порядка ста уникальных фотоматериалов. Пострадала и жемчужина коллекции. Инструмент, на котором играл Владимир Семенович. На призыв о помощи моментально откликнулись городские власти, расположенные по соседству Самарская газета и представители региональной общественной палаты. За два месяца помещение отремонтировали, а экспонатам вернули первоначальный вид. Вот гитара, на которой играл Высоцкий, которая была покороблена так вот. Здесь было все отслойно, от пары, от горячего. Ее установили. Вот гитаремастер ее сделал. На полу, как вы видите, ламинат. Практически, как я говорю, технические подробности. Двесной потолок. Ребята помогали нам без фотографий. Именно так, как должно быть. Мы, конечно же, не могли остаться равнодушными. И, можно сказать, с благословения главы города Елены Владимировны Лапушкиной мы взялись своими силами восстанавливать. Самая, наверное, ответственная работа и важная была, это именно по восстановлению экспозиции музея. Мы все старались, как могли, поддерживали. Здесь прозвучавшие слова благодарности в адрес Елены Лапушкиной я, как представитель нашей общественной палаты региона, полностью поддерживаю. Потому что получается, что в юбилейный для ГМК 62 год, 60 лет мы в этом году отмечаем, несмотря на то, что произошло, мы смогли консолидироваться. И то, что у нас снова появился такой замечательный музей, который сюда привлекает большое количество гостей нашей столицы, это, конечно, должно было случиться. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. 17-летний житель Сергиевского района нашел сумку, которую потеряли инкассаторы. Недолго думая, парень вернул находку в ближайший отдел полиции. Подробности истории в нашем сюжете. 17-летний Матвей с гордостью рассматривает часы. Похвастаться такими может далеко не каждый подросток. Ценный подарок и почетную грамоту вручил ему лично начальник ГО МВД России по Самарской области, генерал-лейтенант полиции Александр Винников. За проявленную активную гражданскую позицию. Содействие органов внутренних дел в выполнении возложенных на них оперативных служебных задач награжден. Почетной грамотой Главного управления ВД России по Самарской области и ценным подарком Туркин Матвей Денисович. Возвращаясь из колледжа, Матвей нашел на улице холщовую сумку с железной скобой. Она была опломбирована, и сверху на прикрепленной бумаге значилась сумма 40 тысяч рублей. Матвей понял, сумку потеряли инкассаторы и отнес находку в ближайший отдел полиции. В ходе работы полицейские установили, что имущество действительно было утеряно сотрудниками инкассаторской службы и вернули ее работникам. Я рассказал всем, некоторые даже посмеялись, некоторые спросили, почему он не забрал себе. Я подумал, что, во-первых, было больше проблем у того, кто ее потерял, а во-вторых, не хотелось и мне проблем. Никакого подвига я не вижу, потому что это не мое, и я должен это вернуть хозяевам. Матвей учится на первом курсе, увлекается компьютерными программированием, помогает по хозяйству бабушки. Говорит, ей-то первой и покажет наградные часы. Ну и, конечно, друзья. Виктория Шарая, События. Самарские школы присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату». Учащиеся первых-вторых классов выражают поддержку военнослужащим с помощью рисунков. А ребята постарше пишут письма, которые потом передадут в самые разные военные части страны. Как акция прошла в 64-й школе, увидела наша съемочная группа. Марина Липаева, учитель 2-го класса 64-й школы, обсуждает со своими воспитанниками, какой рисунок может вдохновить и порадовать солдата российской армии. Они стали участниками акции «Письмо солдату», которое проходит во время урока патриотического воспитания. После обсуждения дети увлеченно рисуют свои открытки для военнослужащих. И сегодня ребята в своих рисунках, им это очень нравится, потому что, ну, они чувствуют уже свою силу, что они тоже что-то могут. И сегодня свои слова признательности и благодарности они могут выразить через рисунок. Но на рисунке, конечно, то, ради чего русские солдаты служат своей отчизне. Он почувствует, что все в городе хорошо. Ему это будет очень приятно. Я сегодня рисовала такое солнышко, радугу, такое озеро, город, что он строится. Рисунки – творение рук учеников 1-го и 2-го класса, а третиклассники и те, кто постарше, пишут письма. В них они выражают поддержку тем, кто сейчас проходит службу в рядах российской армии и защищает свою страну. В своем письме я написала о том, что по-настоящему ценю их труд, то, что они делают для нас. После того, как все письма написаны, их собирают и отправляют в Министерство обороны, откуда распределяют по воинским частям. Но некоторые ребята забирают письма с собой, чтобы отправить их своим родственникам или знакомым. Каждому человеку важно знать, что его ждут, в него верят, его поддерживают. И мы очень надеемся, что все детские письма, детские рисунки обязательно найдут своего адресата. Во всероссийской акции «Письмо солдату» принимают участие ученики всех самарских школ. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Баскетболистки «Самара» провели заключительный домашний матч регулярного сезона премьер-лиги и отметили новоселье. Игра состоялась в обновленном дворце спорта. Об этом, а также о других новостях расскажем в нашей спортивной рубрике. Баскетболистки «Самары» провели первый матч во дворце спорта. Соперником стала команда «Надежда» из Оренбурга. Хозяйкам паркета поначалу пришлось привыкать к новой арене и справиться с волнением. Но затем снайперы команды быстро разыгрались, что позволило «Самаре» первую четверть закончить с небольшим преимуществом. К большому перерыву его удалось увеличить до 17 очков. Но уже в третьем игровом отрезке гости счет сравняли. После этого «Самарчанки» не стушевались и вновь вернули себе лидерство, которое сохранили до последних секунд. 88-78 – историческая победа «Самары». Команда вновь поднялась в зону плей-офф на седьмое место. В регулярном чемпионате у «Самары» осталась одна игра. Хоккеисты «Лады» пока не могут победить во втором раунде плей-офф в «ЭХЛ». Накануне в «Тольятти» состоялся уже третий матч четвертьфинальной серии против тюменского «Рубина». Как и в предыдущих встречах, автозаводчане успешно провели первый период и повели в счете, но во втором упустили преимущество, и уже гости оказались в роли лидера. На 54-й минуте игроки «Лады» сравняли счет, и встреча перешла в овертайм, где успешнее оказались гости. 2-3 поражения «Тольяттинцев» и 0-3 в серии в пользу «Рубина». Гонбалистки «Лады» в матче 19-го тура Российской Суперлиги обыграли «Астраханочку» на своем поле. Уже к перерыву хозяйки паркета обеспечили себе комфортное преимущество, которое удерживали до финального свистка. 35-26 – итоговая победа «Лады». «Тольяттинки» занимают третье место в турнирной таблице. Нападающий крыльев советов Сергей Пеняев получил вызов в молодежную сборную России. Учебно-тренировочный сбор пройдет с 19 по 27 марта на базе в Новогорске. Это его первый вызов в молодежную команду. До этого он выступал только за юношескую. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самара ГИС, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok